Вооруженные силы Украины сбили редкий самолет дальнего радиолокационного обнаружения «Россияна-50» и подбили воздушный пункт управления Ил-22 над Азовским морем вечером 14 января. Информацию подтвердил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Ранее о сбитии двух бортов сообщил народный депутат от «Слуги народа» Юрий Мысягин в своем телеграм-канале. По его словам, подбитый Ил-22 пытался добраться до ближайшего аэродрома. Он пропал с радаров в районе Керчи. Кроме того, СМИ публикуют радиоперехват разговора пилота, подбитого Ил-22, с диспетчером аэродрома в Анапе. Он запросил эвакуацию и вызов скорых и врачей. Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Брачук также сообщил, что его источники фиксируют исчезновение с радаров А-50 в районе Азовского моря и подбитие Ил-22. «Если говорить о самолете дальнего радиолокационного слежения, то их изготовлено было всего 30 единиц. Цель – жирнющая». Командующий Воздушными силами Украины Николай Лещук без подробностей написал «Это вам за Днепр. Горите в аду». Украина могла поразить российские самолеты А-50 и Ил-22 с помощью американского зенитного ракетного комплекса «Патриот», считает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Также он обнародовал архивные фотографии А-50 от 27 декабря, за которыми следили украинские партизаны. Тем временем в Z-пабликах истерика. Там пишут, если информация о сбитии двух бортов подтвердится, это станет очередным черным днем для российской ВКС и ПВО. В силах обороны Юга отметили, что самолет-разведчик А-50 помогает оккупантам определить расположение украинских объектов и наводить удары по ним. Всего на вооружении Российской Федерации три единицы А-50 и шесть единиц А-50У. Один самолет стоит около 330 миллионов долларов. Год назад один А-50 уже получал повреждения в результате атаки БПЛА на авиабазы Мочулище. Редактор субтитров А.Семкин